Карабах Огромная, вся полыхает Армения, Азербайджан, Грузия, все перекидывается на Северный Кавказ, доходит до Ростова, потом загасит, но тысячи погибнут, миллионы станут беженцами, и вот здесь легко обвинить Москву, это все бывшие советские республики, и в конечном итоге война перекинулась в Северный Кавказ и Астрахань, Благоград, Ростов, а это уже Ставрополь, Краснодар, это уже чисто Российские территории, вот это нам как бы опасно, что нас обвинят, как китайцев в распространении коронавируса, нас в большой Кавказской войне, помните, в Чечне, Кавказ, ну там и Дагестан был завязан, нас же обвиняли, я сразу же приезжал, там везде, вот вы там нарушаете права человека, Ковалев этот, типа Навального, той эпохи 25 лет назад, Вот, да, наши там издеваются, мирное население, уже было это, репетиция была с 94 по 2006, вот 12 лет Кавказской войны, а сейчас будет Большая Кавказская, снова нас обвинят за Белоруссию, за Украину и за Большую Кавказскую войну, но на Украине, в Белоруссии, при Балтске, в такую войну тяжело начать, а Карабах поджечь элементарно, Ведь царь, мы делаем сейчас, как царь делал, царь, к нему приезжали делегации, любые, там много народов и на всем Кавказе, и просили оружие, иначе их побьет соседний народ, соседнее племя, царь продавал этим, тогда другие ехали к нему, вот вы продали, таким-то, таким-то, и нам продайте, он и им продавал, так и здесь. Стоит нам поставить Армении какие-то более современные оружия, Баку просит такое же, мы поставляем, Баку хочет больше, у него больше денег, тогда обижается Армения, она тоже хочет еще, несмотря на то, что, может быть, денег не хватает. И вот раз пять лет, раз десять лет будет начинаться война, постреляют, много жертв, какие-то территории захватят, отдадут, перезахватят, и это будет постоянно. И никому не нужно завершение конфликта, нужно вяло текущий конфликт, чтобы поджечь тогда, когда нужно оттянуть внимание от Америки, от России и от Европы. И малые народы будут этими дровами в большой мировой топке пугать все человечество. Вот смотрите, хотите как в Карабахе, как в Афганистане, как в Сирии, как на Украине, вот давайте слушайтесь, или Вашингтон, или Москву, в крайнем случае Берлин. То есть, вот Европа, Белая Европа, она как бы азиатам дает шанс повоевать и напугать людей. Естественно, деньги пойдут все в Америку, минуя Европу, пусть пока это еще Армения, Азербайджан, Грузия, но там тоже полно обогатившихся. Вот, поэтому это очень опасно, но это, как бы вам сказать, вот раковая опухоль. У человека можем вырезать ее, метастаз не будет, и он будет считаться здоровый. Здесь никогда не вырежут, и всегда ставят причину для конфликта. Вот Карабах, это точка, это опухоль, которую вырезать не будут. Надо, подожгут, и снова воют армяне, азербайджанцы. Сейчас усилили. 50 лет Турция не участвовала. Потому что, когда советская власть была, мы Турцию держали на далеком расстоянии, потому что мы постоянно поддерживали курдов. И турки боялись, если они будут лезть на Кавказ, Среднюю Азию, мы дадим необходимые деньги, оружие курдам, их 20 миллионов. И они всю Турцию распотрошат. Поэтому было сдерживание. Но после советской власти мы прекратили поддерживать курдов. И их лидер сидит пожизненно в тюрьме на острове Мраморное море. Абдулла О'Джалан. Я его знаю хорошо, потому что в 90-м году с ним в Москве встречался, разговаривал и знаю всю эту подноготную курдского вопроса. Поэтому самая горячая точка, это Карабах. Потому что это Кавказ, это южные регионы России. Белоруссию можно не допустить Майдана, как на Киеве. Ополчение Донбасс-Луганск успокоят киевских националистов. Афганистан все-таки далеко. И естественно измучен уже 50-100 лет там это идет война. И Средняя Азия боится. Она скорее снова ляжет под Россию, чем разрешит, чтобы банды ворвались в Среднюю Азию. А вот Карабах мы не можем контролировать до конца. Турция рядом, Иран рядом. Пока Иран молчит. Ведь задумка у американцев поджечь Карабах не только против России, но и против Ирана. Потому что турки и персы, они всегда конкурировали. Кто будет господствовать на Кавказе. И мы боролись с турецким султаном и с иранским шахом. И тех и тех били. И тех и тех отбросили далеко-далеко от Кавказа. Но мы ушли из-за Кавказа по дурацкой воле Горбачева и Ельцина. А они пришли. Но пока турки пришли. А персы смотрят. Потому что они с удовольствием бы слеснулись с турками в борьбе за влияние на Кавказе. Тем более по религиозному принципу. Азербайджанцы шииты. Иран шииты. Поэтому у Ирана есть все основания защитить шиитов. Но это против Армении. И Ирану выгодна Армения. Поскольку Армения против Турции. Вот опять сложный клубок для всех. Это самый тяжелый участок на поверхности всех международных отношений. Вот Косово притихло. Где угодно можно приглушить. Так сказать, Сирия затихла. А здесь вот никогда не затихнет. Это вечный пожар. Костер, где, к сожалению, горят молодежь Армении, Азербайджана. Учитывая, что ввязались турки, это надольше, чем если бы были только армяне и азербайджанцы. Турки туда будут посылать боевиков из северной Сирии. Они понимают, что в конечном итоге Асад закроет границу с Турцией. И все эти боевики, там их тысяч 20, 30, 40, надо перебросить в Афганистан, в Ливию. И вот остатки будут перебрасывать сюда Карабах, поскольку самый короткий путь. Там, по-моему, 400 километров. От Идлиба, на севере Сирии, до Карабаха. И только на пути, можно через Турцию делать переброску. Ибо есть прямая граница у Турции с Азербайджаном. Там, говорится, на поезде можно гнать всех этих недобитых боевиков. Поэтому будет дольше. Турция будет набивать себе цену. Будет выторговывать базу на территории Азербайджана. Может быть, совместную полицию русско-турецкую, как в Сирии, чтобы она патрулировала наиболее горячие дороги, чтобы там не появлялись армянские или азербайджанские военнослужащие. Ей хочется, чтобы где-то была видимость воссоздания Османской империи. Она же Крым почему не признаёт? Ей хочется, чтобы турецкий флаг развивался над Крымом. Украинцы-дураки думают, что Турция за них. Турция вырежет всех украинцев. Не только в Крыму, но и в Херсоне, и в Николаеве, и в Запорожье. А они думают, что вот Турция поможет им. Нет. Турция мечтает. У нас там есть тюркские племена в Молдавии. Гагаузы. Вот я их знаю. Гагаузы в Молдавии, это у них город Камрад. Это их столица. Вот. Болгары. Они же практически уже вытесняют Болгар с востока. Везде на территории Болгарии уже живут болгарские турки. Северная Греция. Там уже 3 миллиона турок живёт. Представляете? На севере Греции. То есть они обложили все соседние страны или гражданским турецким населением, или военным. А здесь Азербайджан. Это как русские белорусы. Даже ещё ближе. И они мечтают до туркмений дотянуться. Туркмены вообще даже по-русски называют туркмен, турецкий человек. А турок, тюрк. А здесь тюркмен. Это всё одно и то же. Поэтому вот это желание хотя бы обозначить границы турецкого мира. Их, наверное, 200 миллионов. Если всех собрать. Турки, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия. У нас Горный Алтай, Хакасия. До Красноярска. Красноярский край. Там ещё есть вот река Енисей. Енисейско-архонские надписи на тюркском языке. Древние тюрки там бродили. Вот они о чём мечтают. Ведь они не просто турецкий флаг хотят повесить. Все офицеры азербайджанской армии, туркменской, узбекской, казахской, киргизской. Все проходят обучение в военных училищах Турции. Везде открыты турецкие школы. Везде готовят преподавателей турецкого языка, а не киргизского, узбекского, азербайджанского, туркменского. То есть они культурно уже влезли во все тюркоязычные территории бывшего СССР. А теперь военным отношениям выгодно туда подлезть. Вот они планируют создать военный союз тюркоязычных стран и народов. Представляете, что так будет? Тогда мы не сможем и свою военную силу использовать. Объединённая армия у них будет 10 миллионов со всего тюркоязычного мира. Потом они Китай будут беспокоить, западный Туркестан. А это выгодно Америке. То есть Америка вроде бы вместе с Францией и Россией потребовала прекратить огонь, но Америка не потребовала вывода турок из-за Кавказия. Ей выгодно испортить шёлковый путь из Китая через Среднюю Азию, Каспий, Азербайджан, Европу, Турцию. И не только этот шёлковый путь поломать, как Северный поток-2, в перспективе Северный поток-1 для русского газа, но и в конце концов многомиллионная армия тюрок может начать вторжение в китайский Туркестан. Это золотая мечта Америки, что началась война всего мусульманского мира против Китая. Монголия с внутренней Монголией, Тибет, Вьетнам, Бирма, Тайвань, Корея, Япония. И раздербанить Китай. Вот их голубая мечта. Конечно, Китай нанесёт страшный удар по мусульманскому миру. Мы тоже не будем на это смотреть, закрыв глаза. Но выигрывает-то Америка, она далеко, а страдать будет Россия, Китай, Средняя Азия, Кавказ. Поэтому это Карабах всегда будет бикфордов шнур, чтобы поджечь мусульманский мир ещё раз. Афганистан, Ирак, Сирия. И все боевики сосредоточатся в Киргизии, а там уже китайская граница. Таджикистан, китайская граница. Казахстан, огромная казахско-китайская граница. И начнут тормошить в Западной Китае. Там турки живут. Ульгуры, Кашгары, Дунгани. Я в Алмате жил на улице Дунганская. Дом 79, квартира 3. А рядом была Кашгарская улица, Узбекская улица и так далее. Вот это всё, как бы, большая геополитическая игра. Ленин, он помог туркам сохраниться. Их бы не было сейчас, ибо греки и итальянцы наступали уже. И туркам оставалось жить две недели. Ленин спасает. Из голодной России отдаёт оружие, золото, деньги военных советников. Его нет, Ленина. А турки в Карабахе. А турки будут в Крыму. Турки заберут Батуми у Грузии. Всю Грузию заберут. И будут двигаться вместе с родственными племенами на наш юг. Вот у нас, допустим, есть такие племена нагайские, нагайцы, кумыки, значит, эти балкарцы, аварцы. Это всё тюркские племена. Для них турецкий язык ближе, чем русский. И в царское время многоплемённый Кавказ там преподавали турецкий язык. Русский они не знали, а турецкий свободно могли понимать, потому что многие народы, которые носят свои имена. Но это, в принципе, тюркские, тюркоязычные народы. Как балканы. Чё, хорваты и сербы не договорятся? Это один язык. Чё, эти македонцы не договорятся? Боснийцы и так далее. Так что здесь большая игра вперёд на весь 21 век.